Привет, мои дорогие девочки! Сейчас будет у нас с вами расклад небольшой, но важный для тех, кто ищет работу. Будет расклад называться «Когда я найду работу?» и «Почему не везёт?». Но, девочки, я вам перед гаданием скажу, что никогда не расстраивайтесь, что вас где-то не взяли. Я вам скажу, в основном работу ищет даже не сколько вы ищете, а сколько ищет для вас проведение. И, например, у меня тоже были моменты, когда как будто бы кажется, что я так офигенно подхожу на какую-то должность, мне как кажется, да. А потом я понимаю, даже на Таро себе раскладываю и смотрю, что у меня как бы тут вообще как-то не складывается, да. И то есть моё желание и то, как оно идёт даже у меня по Таро, всегда показывало, что надо всё-таки прислушиваться Таро. Потому что вот этот субъективизм, он мешает. И всё равно, знаете, я вам скажу так, всё равно на тот момент, как вы удачная, вы неудачная, да. Щупаете ли вы именно тот путь, который вам надо. Никогда не думайте, что вам там с работой не повезло или кто-то не хочет вас брать на работу. И заканчиваются там деньги, и вы впадаете уже в крайности, да. Волнуйтесь очень сильно. Девочки, не волнуйтесь. Держу пальцы крестом, чтобы вы устроились на ту работу, которая будет для вас самой девочке лучшей. И давайте посмотрим, везёт вам или не везёт найти себя, да. Что сейчас происходит с поисками работы у вас. Четыре варианта, четыре стихии у нас сейчас будет. И тут у меня ещё золотой таро лежит. Я на нём ещё посмотрю, так вы знаете, физику уже больше приземлённая. Что вас ждёт с работой, девочки? Выбирайте четыре варианта вот для вас, куда душа тянется. И давайте посмотрим, когда вы найдёте работу. Какая работа это будет? И к чему вообще стремиться, да, что происходит? Давайте посмотрим. Ну что, загадали? Поехали, девочки. Будем искать работу вместе. Когда найдёте работу здесь по первому варианту? Так. Шут вылопал. Нулевой аркан. Я вам скажу одну вещь. По этой карте вы, кто вот выбрал эту карту, совсем не в ту сторону идёте. Вам надо как минимум просто расширить ещё диапазон того, куда вы тыкаетесь, да, в поисках. Такое ощущение, что вы либо, например, направлены на одно какое-то направление. Например, девочки, да, чисто для сравнения. Швия, швия, который ищет чисто работу швеи. А фишка-то в том, что у вас самая ближайшая работа, она не будет связана с тем, что вы на данный момент ищите. Но вообще никак. Шут – это говорит, это шут и дурак, да. Это говорит о том, что вы как будто бы упрямо пытаетесь вот идти в одну какую-то сторону, не замечая того, что есть ещё другие пути, по которым вы можете пойти. Понимаете, у вас как с нуля, и это другая дорожка. Как на распутии стоите, но вы, получается, всё время как привыкли идти, то вы по этому пути пытаетесь идти дальше. Но фишка в том, что вы по этой карте, знаете, когда хотите очень быстро найти работу, вот сейчас вам прям надо, да, девочки, если вы там на сайтах ищите работу, откликайтесь на вакансии, даже те, которые вам, вы бы не подумали, что на них можно откликнуться. А ещё я вам посоветую, да, в резюме побольше добавьте таких вот, знаете, того, чем бы вы хотели заниматься. И просто напишите, что вы этим и занимались, да. И я вам скажу, резюме в основном у всех больше, чем 50% надумано, то, что человек хочет делать, да, к чему он стремится. Так что у вас, получается, если вы хотите очень быстро найти работу, это будет не та сфера, в которую вы сунетесь. Понимаете? Это даже то, о чём вы бы и не предполагали, что вы можете работать в этой сфере. Но насчёт того, что, ну, ты ещё, я тебе скажу, упрямая, реально упрямая, и тут будет тяжеловато. С тобой, например, поработать для того, чтобы ты нашла свой путь, с тобой надо, знаешь, не один день посидеть, не один даже расклад сделать, а словить тебя на растущую луну, на убывающую луну, под настроение, когда у тебя плохое настроение, когда у тебя хорошее настроение, да, словить тебя. И вот тут вот просто вот даже вот психологически подкорректировать, чтобы ты увидела вот эти другие свои работы, которыми ты можешь заниматься. Ты реально сейчас не видишь, у тебя как бы закрыты глаза, не видишь того, что рядом практически, да, работа, которой ты вообще ни разу никогда не занималась, но она очень-очень рядом. И из-за своего такого вот упрямства ты, ну, как бы, либо боязни, либо страха можешь её не найти, но она очень рядом. А насчёт того вот, куда ты сейчас тыкаешься, как будто тебя специально силы не дают тебе устроиться на эту работу, понимаешь? Ты вот думаешь, почему мне там не везёт с работой, почему там вакансия не находится, почему мне отказывают и всё остальное. Это проведение тебя просто не пускает туда, понимаешь? Тебе кажется, что там будет круто, но на самом деле, вот что я тут посоветую, вот вообще ярко, да, не тыкайся в эту сторону, попробуй в другие. Дело в том, что вот карта шута, она реально немного коварная карта, особенно в герметическом таро, да, она показывает о том, что где-то что-то близко, да, твоё прям находится, но ты не понимаешь, ты не можешь это взять из-за своего упрямства, из-за своих закрытых глаз, девочки. Вот такая вот карта выпала. То есть по этому раскладу, по этой даже одной карте я тебе скажу, что на ту работу, на которую ты сейчас хочешь, на те вакансии в одном направлении, да, в котором ты пытаешься найти эту работу, тебе это не поможет. Я бы, знаешь, что посоветовала? Лёгкую руку тебе. То есть, например, если ты на сайтах ищешь работу, пусть за тебя подкликается кто-нибудь, кто с тобой находится рядом, подруга, там, сестра, брат, кто угодно, да, потому что другими глазами они как бы подкликаются над твоим резюме на какие-то должности. Ещё тут можно по знакомству найти работу, то есть хорошо попросить кого-то, потому что такое ощущение, что вот ты есть рядом то, куда ты можешь пойти. Но это совершенно другая сфера деятельности, понимаешь? Вот если взять работу как гнездо или норку, ты всё время ищешь норку, а если поднять голову, то там гнездо просто очень хорошо под тебя подходит. И причём это закрытие канала того, что ты ищешь, да, что ты тыкаешься, это происходит не просто из-за того, что тебе не везёт, это происходит из-за того, что тебя туда не хотят, понимаешь? Так что я бы на твоём месте дала, чтобы твоё резюме порассылал какой-нибудь другой человек на совершенно разные вакансии, то есть как лотерею сделать, да, и по этой лотерее, вот по этой, знаешь, вот такой вот перемешанной с закрытыми глазами доставать, вот как ты сейчас таро достаёшь, да, также и работу искать, потому что куда ты тыкаешься, как ты вот сейчас на данный момент думаешь, тебе это не особо поможет. Но тебе помогут другие люди. И у тебя жизнь изменится, кстати. Ты не будешь заниматься тем, чем ты, как, вот ты сейчас видишь свою жизнь, свою работу в каком-то определённом моменте, да, но я тебе скажу одну вещь. Шут – нулевой старший аркан. Тебе не выпала никакая маленькая масть карты, никакой маленький номинал. Ты сейчас будешь развиваться, знаешь, у меня, знаешь, дыхание спёрло от того, что я сейчас рассказываю, да, потому что я ясно вижу. У тебя жизнь изменится, ты не будешь жить, как ты сейчас живёшь. Ты будешь, не будешь заниматься тем, чем ты сейчас занимаешься. И ты для другого предназначена, чем то, что ты сейчас думаешь. Если ты придумала себе маленькую долю, то можешь об этом особо не думать, потому что ты рождена для большего и совсем другого, понимаешь? Вот такие вот дела. Вот такой вот первый вариант. Ну, а на золотом таро давай тебе ещё сюда добавим карту и посмотрим, когда ты найдёшь работу. Восьмёрка мечей и королева пентаклей. Дорогая моя, да, я тебе скажу так. Так, шукт, восьмёрка мечей и королева пентаклей. Ты не будешь заниматься в жизни тем, чем ты сейчас занимаешься. Ты не будешь... У тебя жизнь вообще пойдёт по другому ключу. Но дело в том, что переубедить тебя сложно на самом деле. Это не работа выбора одной карты, да, сейчас даже то, что я рассказываю. Тебя нужно переубедить с одной стороны, а с другой стороны, ты всё сама пройдёшь эмпирическим путём. И, может, даже мои эти слова, конечно же, не вспомнишь через много лет, да, но ты жить будешь совершенно по-другому, заниматься совсем другой работой, и всё у тебя будет реально по-другому. А знаешь, почему? Потому что выпала-то королева пентаклей. И как ты думаешь, кто тебя не пускает, да, заниматься тем, что ты сейчас считаешь нужным, да? Тебя не пускают твои высшие силы, твои защитники, потому что у них на тебя свой план. А свой план ты узнаешь немного позже. Поэтому тебе кажется, что тебе там не везёт с работой или ещё что-нибудь. Всё это фигня собачья на самом деле, да? Пусть всё идёт, как идёт. Хочешь искать сейчас работу в том направлении, в котором ты ищешь – ищи, да? Но всю жизнь расставят у тебя по местам твоим. Вот такие вот дела, такой вот расклад. Второй вариант, девочки. Когда найду работу. И везёт ли, не везёт. Рыцарь пентаклей. Девочки, работу вы найдёте. И даже, я бы сказала, в ближайшее время. Но ближайшее время для каждого разное. У кого-то вот кто такой, знаете, живчик, холерик, такой вот энергетический, очень быстрый человек, у которого очень быстро сменяются такие вот циклы, даже по менструальному циклу, можно сказать, да? То я вам скажу, что работу найдёте, ну, чуть ли не завтра. А у кого-то это может занять какое-то определённое время. Но дело в том, что работа уже есть. Она уже в этом мире существует. Ваше вот это вот место. Вы её, эту работу найдёте, и реально в ближайшее будущее. Без работы сидеть не будете. И дело в том, что у вас рыцарь пентаклей выпал, да? И знаете, как это так сказать? Получается, когда вы будете устраиваться, именно идти на эту работу, знаете, что там будет? Там вот будет как раз-таки сидеть, как на проходной. Вот именно этот рыцарь пентаклей, который вам будет либо дверь открывать, да? Либо это какой-то на проходной странный человек, может, колдовством занимается. Я не знаю, если ты, например, ведьма, если ты чувствуешь вот таких вот особенных людей, ты сразу этого рыцаря пентаклей увидишь. В нём что-то особенное будет. Это будет какой-то нестандартный мужчина, нестандартный вахтёр, нестандартный, да кто угодно. В общем, мужчина, который, знаешь, открывает двери. И он тебе откроет двери, и получается, ты войдёшь именно туда, куда надо войти. Так что работу ты найдёшь, и тебе сказать, что тебе не везёт. Да и всё тебе везёт, всё у тебя будет с работой нормально. И давай ещё посмотрим на таком, на золотом Таро, что тебя ждёт с работой. Паш Пентаклей и Отшельник. Там будет какой-то колдун на твоей работе по-любому. И этот колдун у него... Ну, я грубо девочке говорю колдун, да? Это человек, это даже не человек, это что-то вроде рептилоида, который открывает двери, и у него функция такая, да, запускать новых людей. И тебя как раз-таки и запустят туда, куда надо запускать. И этот человек, либо он вдовец, либо от него, так знаешь, смертью какой-то попахивает. Он на хорона какого-то похож. Ну, не знаю, вот мне как-то легко увидеть в этом, в толпе на проходной, если бы не выпали эти карты, я бы увидела такого, знаешь, человека, от которого каким-то холодом веет, да? Либо он весь в чёрном будет сидеть, может, бледный весь в чёрном, либо у него какая-нибудь кукушка на голове будет непонятная. Вы знаете фильм «Кинзадза», да? Помните? Вот, девочки, как будто бы из этого фильма «Кинзадза» какой-то такой персонаж будет странный. И вы будете работать на этой работе. Это потому что такие, знаете, двери волшебные для вас открываются. Вот такие вот дела. Встретит вас у ворот, как говорится, именно на вашу работу мужчина. Такой вот колдовской. Интересный, короче, у вас склад. Вот, быстро найдёте работу, девочки. Только, что я могу посоветовать, вам надо с этими дверями как-то. Это не ритуалы, да? Но, девочки, либо побольше по собеседованиям ходите, для того, чтобы открывать очень много разных дверей. И, понимаете, чисто даже, когда вы будете… Даже не бойтесь. Если вы сходите в одно место, а потом опять будете сидеть через месяц в другое место. Нет, вам надо чуть ли не каждый день по собеседованиям, знаете, вот так вот ходить, 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 на себя набрасывать их. И чем больше вот этих дверей вы будете открывать-закрывать, тем быстрее вы найдёте эту работу, и тем слаженнее и класснее будет вот эта вот работа. Она у вас как-то вот с этими проёмами связана. Это как переход в иной мир, в мир кинзадзи, девочки. Так что держу за ваши пальчики, находите работу, и всё у вас будет хорошо, мои дорогие. Так, третий вариант, девочки, когда вы найдёте работу. Так, девятка кубков выпала. Но я бы не сказала, что у вас работа на этом первом месте идёт, да? У вас тут любовь любовная выпадает. И обычно так. Либо повезёт, знаете, не везёт мне смерти, повезёт в любви. Как из слов «Белое солнце» по сцене с фильма. Так у вас тоже та же фигня. У вас либо в любви всё хорошо, зато в работе там так себе, да, ни шатка, ни валка. Либо наоборот, в работе всё классно, а в любви не очень. Так вот, сейчас у вас девятка кубков выпала, да? Это говорит о том, что у вас больше не на работу сейчас, знаете, стоит, а на какие-то другие вещи. Но давайте посмотрим, что с работой именно ждёт. Если кто думает, там, есть везение или нет везения, девочки, знаете, у вас, знаете, от чего зависит? От физики именно вашего тела. Вот когда вы в хорошем настроении, да, вам, получается, люди идут навстречу, вы их притягиваете как магнит, да, по девятке кубков. А когда в плохом, то от вас, ну, как бы, как это так? Ну, конечно, это можно и логически правильно так сказать, да, банально. Но у вас реально такая вот фишка есть. Чем больше вы гармоничны в себе, чем больше вы, знаете, спокойны внутренне, да, и вам хорошо, вы получаете удовольствие от жизни, радуетесь птичкам, и к вам тогда притягиваются и работы, и вам везёт, и находки какие-то, и всё остальное. Как только вы такая грустная, то вы, знаете, по дороге и денёжку не найдёте, и мужчины не особо хотят на вас внимания обращать. Но давайте посмотрим ещё на работу на золотом тару. О, пашкубков и девятка кубков, девочки. И карта дьявола выпала. Ну, что я вам скажу, да? Вот как бы вы сейчас, вы мне напоминаете сейчас как кошку девочки, да? Кошку, которую вот берёт дьявол и носится с ней туда-сюда. А кошка хочет вроде бы любви, а хочет вроде бы и работы. Ну, знаете, вы не та лошадь, вы не лошадь, точнее, которая создана для работы. Просто я сейчас из поговорки беру. Что одни женщины для любви, другие для работы, да? Девочки, вот вы как раз по третьему варианту, вы реально для любви созданы, а не сколько там пахать на кого-то, да? Вы не то, что там с 8 до 5 или там 8-часовой, 12-часовой рабочий день. Это вообще, ну, как бы не про вас. Вы созданы для того, чтобы быть любимой, да? Чтобы любить, для того, что… Это больше даже, знаете, из таких для актрисы выпадает такой вот вариант, да? Для того, для чего, для обожания. То есть, вот поэтому, девочки, третьему варианту, что я вам могу сказать с работой? Вы лучше всего себя даже не сколько на работе какой-то найдёте от слова раб, да, работа. Сколько вы найдёте себя в творчестве, сколько вы найдёте в себе, в семье и всё остальное. Если у вас, как говорится, не стоит на работу, да, то вы можете зарабатывать своим творчеством, вы можете своим добрым характером, своим добрым сердцем, да, работать. Мне вообще идёт тут, знаешь, это расклад для женщины, которая, как говорится, уходит в декрет, и ей уже вообще на работу плевать, понимаешь? То есть, она уходит в семью, в создание домашнего очага. Но это утрировано, но всё же, да. Ты не создана для работы. А я тебе скажу, если ты загадывала какую-то конкретную работу, да, то тебя как будто не то, что там дьявол отводит куда-то, да, он как будто бы с тобой играет. Вроде бы ты и хочешь на работу, да, но ты не для этого, зайчик мой. Ты, ты, тебе надо больше времени тратить не то, что там на работу или волноваться за неё, думать о каком-то карьерном росте, да, или ещё о чём-то. Тебе надо цвести, как роза, понимаешь? И жить и в своё удовольствие, и во имя любви, ко всему, что бы ты ни любила. Детей, мужчин, котов, собак, да, кого угодно, да. То есть, чем больше ты любишь, тем больше тебе будет по жизни легче, и ты будешь удовлетворённее. Ну, тут про работу, конечно, вот, девочки, вот всё, что выпадает, то и говорю, да. Про работу вообще, грубо говоря, ни слова выпало. Выпала всё, любовь, любовь, морковь. Хочешь сейчас искать работу, найдёшь, но дело в том, что ты не будешь на ней так реализовываться, как ты можешь реализоваться сама по себе, да, как талантливая актриса, которая может играть очень много красивых ролей, которая будет блистать, понимаешь? У тебя блеск твоей души и твоего сердца, это вообще, ну, рядом не стояло с какой-то работкой какой-то. То есть, даже если ты просто хочешь каким-то бухгалтером работать, ищешь работу, да, ты её найдёшь, ну, ты, получается, знаешь, будешь много тратить времени не на то, для чего ты предназначена. Поэтому вот этот дьявол, то, что, вот смотри, кубки, кубки выпали, да, девятка кубков и паш-кубков, получается, либо ты, либо забеременеешь скоро, да, и потому так всё это оттягивается на какой-то срок определённый, как будто тебя для чего-то готовят, да. Ну, тут всё, только карты любви выпали у тебя. А давай я ещё тебе одну герметику достану. Когда ты найдёшь работу, принцесса Пентаклей. А я поняла, почему тут дьявола такая вот карта выпала, потому что ты, как говорится, необычный человек, да. Но ты, вот именно кубковая, ты создана для любви, для домашнего очага, для свечек, да, ну, как это, для огня, для очага, для любви, для мужчин, для детей. Я бы и не ставила так очень остро вопрос о том, где ты будешь работать. Какая работа найдётся, то и найдётся. Главное, чтобы ты реализовалась, понимаешь, в королеву Пентаклей. А над тобой, как говорится, поработают и тебе дадут то, чего ты заслуживаешь на самом деле. Просто я не хочу сейчас тебе, сейчас даже вот говорить будущее, хотя я его тут и вижу, да. То есть всему, девочка, своё время, и всё у тебя будет хорошо. Особо внимания на работе не застряй. Ну, если ради, там, денег, там, опыт какой-то получить, ну, иди, не бойся этих собеседований, ходи, ну, не застряй на них никакого внимания, потому что ты, знаешь, для лучшего рождена. Вот такой вот расклад. И четвёртый вариант, мои дорогие, когда вы найдёте работу, везёт или не везёт. Умеренность, 14-й старший аркан. Девочки, вот умеренность всегда, для меня это 50 на 50 всегда, да. Тут либо человек, который очень долго будет искать работу, и потом вообще плюнет и не будет работать, либо очень быстро найдёт работу. То есть умеренность, этот 14-й аркан, он реально 50 на 50, реально. Ну, давай ещё разложим, давай посмотрим. Это левый вариант, а это правый, девочки. Вот кто выбрал эту умеренность, давайте посмотрим, где какие 50 на 50. Выберите один вариант, когда найдёте работу. И давайте с левого начнём. Семёрка кубков. А правый у нас выпал. Девятка жезлов. Так вот, и та, и та карта хорошая, да. Я бы даже сказала, что невезение закончилось. Но тут идёт у кого-то через... Так и хочется сказать, что семёрка кубков, это где-то в районе полтора месяцев, да, поиск работы. А девятка жезлов, там получается и какой-то, знаешь, у тебя работа, реально ты найдёшь работу, почему-то связанная какими-то цифрами. Это либо с нумерологией как-то будет связано, или что-то будет... Я не знаю в чём, но вот у тебя уже работа, вот по правому варианту девочки, кто выбрал этот правый, она уже есть. И эту работу легко понять по числам какими-то, какие-то с числами связано. Тут какая-то игра чисел, да, которую можно даже не сразу понять. Вроде бы устроилась на работу, кажется, что там такого как-то... А потом вдруг откроется, что, например, дата твоего рождения совпадает, например, там с каким-нибудь там штатным номером твоим, да, в табеле. Ну, короче, вот какая-то такая вот фигня идёт именно по номерам, по числам. То есть даже если ты загадывала тут какую-нибудь работу с цифрами какими-то, да, то ты её быстро получишь. А тут выпала кто? Левый вариант, девочки. Выбрал тут где-то... Я не знаю почему, но я вижу 1.5. И для меня это где-то полтора месяца, да, семёрка кубков это. Тоже работу найдёте, и работу найдёте и тут, и тут. Но тут дело в том, что вот эта карта именно с месяцами как-то связана, а тут вот с числами. Какой-то математический расклад мне здесь выпал. И давайте, девочки, тоже для вас. Кто выбрал левый расклад, когда вы найдёте работу? А кто выбрал правый расклад, когда вы найдёте работу? Вот я не зря, девочки, для правых сказала. Помните, число вашего рождения будет с чем-то совпадать. У вас реально на работе номера какие-то реально будут с чем-то таким вот совпадать с жизненно важным в вашей жизни тоже, да? И это, сто процентов будете работать и, знаете, развиваться даже в этой работе будете, потому что ещё туз Жезлов, он не сколько за деньги говорит, да, сколько о том, что вот это ступенька, ступенька к развитию какому-то. А для левого девочки варианта получается, да, что надо будет ещё поискать. Такое ощущение, что как будто бы вести не будет, точнее вот какое-то, знаете, ожидание какое-то, ожидать, будете ожидать, но потом хоп, и у вас выпал тоже туз Мечей. Это работа. Найдёте работу, но не быстро. Понимаете? Получается, вам надо ещё по Жезлам, по этим походить. Получается, когда вы будете вот дёргаться из-за денег, что вам денег там не хватает, вам нужны денюжки. Чем больше вы будете думать о деньгах, о цифрах, тем больше вам повезёт, тем лучше работаю, и быстрее вы её найдёте. То есть, когда у вас работает, знаете, когда вы ищете работу, да, удачно ищете работу, когда у вас вибро стоит на деньги, я хочу зарабатывать столько, я зарабатываю там столько-то, я хочу деньги, деньги, хочу, хочу, хочу. Вот именно не то, что работать на работе, а именно зарабатывать, да, то всё будет отлично и быстро будет. Потому что если вы не будете так себя чухать, грубо говоря, и настраивать себя на зарабатывание, да, работу придётся долго искать. А по правому варианту, мои дорогие, у вас работа реально связана с числами, которые много значат в вашей жизни. Может, вы сразу их увидите и поймёте, а может быть, не сразу, девочки. Бывают такие вот моменты, когда там осеняет, да, и вот вас должно тоже так вот осенить. Работу вы найдёте, дорогие мои. Вот такой вот был расклад. Всё, желаю вам найти самую лучшую работу, получать самые хорошие денежки и чтобы у вас всё было хорошо. Пока-пока!